Приветствую вас. Во-первых, нужно сначала определить возможный вред от того, что вы зависите от менее других людей. То есть в конформизме по своей сути еще нет ничего плохого. Конформизм он просто есть и он на самом деле призван защищать людей. Конформизм призван оберегать людей от всякого рода негатива. Как правило. И если вы чувствуете, что зависите от мнения других людей, значит вам что-то не нравится, вас что-то не устраивает, вам чего-то хочется, вам что-то нужно. И вы не можете это реализовать через вот следование мнения других людей. Знаете, вот именно с вопроса о том, чего я хочу и в какой момент мои, например, взгляды, мои желания, мои потребности начали расходиться с аналогичными у других людей и стоит начать. И от этого уже плясать. вы не написали, сколько вам лет, вы не написали, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь. вот. Но я полагаю, что определенный образ жизни у вас уже, скажем так, сформировался. вот. А это значит, что изменить его, поменять его будет, ну, не так просто. Если вы сразу, сходу, будете избавляться от зависимости от мнения других людей, то вам будет сложно. Вам будет сложно. Потому что что нужно сделать? А вот что нужно сделать? нужно, с одной стороны, перестать идеализировать мнения других людей. А ведь если вы его идеализируете, ну, во-первых, идеализация не приходит просто так. Если она есть, значит она была кем-то внушена вам. И если она была кем-то вам внушена, то, соответственно, именно с этого, с того, кем она была вам внушена, внушена, и нужно работать. То есть кто сказал вам, кто и почему внушил вам, кто и почему дал вам понять, что общественное мнение важно. То есть откуда вы это взяли? И вот, собственно говоря, именно от этого и нужно исходить. Понимаете? Вы идеализируете общественное мнение, вы обесцениваете себя, соответственно, ну, скорее всего вы обесцениваете себя. Своё мнение обесцениваете. А это, опять же, не могло взяться из ниоткуда. То есть у этого как бы есть свои причины. основания. Вот. И, как правило, эти основания, они вытекают всё-таки из детства, причём из формирования вашего подсознательного, на довольно ранней стадии, на стадии установок родительских. Вот. Это если делать всё плохо науке. То есть так вот нужно разбирать, кто когда и как первый раз по вашему мнению обесценивал ваше мнение, вашу позицию, да? То есть, ну, вот как вы помните сами. Когда это произошло, чтобы это было продиктовано, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь нужно двигаться по пути, значит, выравнивания этих двух полюсов, то есть по пути выравнивания того, что вы идеализируете и обесцениваете. И, соответственно, тогда вы станете более гармоничной личностью. Идеализация вам для чего-то нужна. Если вы зависите от мнения других людей, то это означает, что, ну, всё-таки идеализация вам зачем-то нужна. И, ну, и понять зачем. Мне это очень важно, чтобы было понятно, зачем вам нужна идеализация. Чтобы, чтобы что? что, какую цель вы, ну, например, вы преследуете через неё, через идеализацию. Какую цель вы преследуете? Чего вам хочется? Что вам нужно? Какие у вас потребности? Какие у вас желания? Это первое. Первый момент. И дальше можно говорить о том, значит, чего вам не хватает. То есть, ну, вы же вот для чего-то идеализируете. То есть, вы же что-то обесцениваете, значит, через обесценивание проявляется то, чего вам не хватает, то, чего, точнее, по вашему мнению, у вас нет, да? Нет, у вас, скорее всего, своих ценностей, своих взглядов, своих убеждений, своих каких-то, свои возможности выбора у вас нет. То есть, когда вы оказываетесь в ситуации выбора, любой ситуации выбора, вы делаете его в пользу в сторону общественного мнения. Не в сторону и не в пользу себя, а в сторону общественного мнения. Для того, чтобы оно одобрило вас общественное мнение. И чтобы вы чувствовали себя, ну, например, в безопасности, ну, например, чтобы вам было хорошо и так далее. Соответственно, нужно определить, в какой момент вы начинаете делать выбор не в пользу себя. То есть, когда вы начинаете себя предавать, грубо говоря, вот, и когда начинаете действовать, действовать, там, ну, не для себя, да, для, вот, других людей. Вот. Чем руководствуетесь при этом? Тоже важный момент. Чем руководствуетесь при этом? Чем движим, движимы вы при этом? Ну и так далее. Дальше. Ага. Значит, для того, чтобы сделать выбор свой, в этом выборе нужна какая-то операция. на свои, например, ценности, которые вам нужно будет определить и выявить, на свои взгляды, которые вам также нужно будет определить и выявить, на свои интересы, которые вам также нужно будет определить и выявить. И соблюдение интересов ваших, которые вам нужно будет определить и выявить, выражается в наличии либо отсутствии вреда вам и отношения к этому вреду, которые тоже нужно будет определить и выявить. То есть когда и в чем был нанесен вам вред, почему он был нанесен, какое ваше отношение к нему, к этому вреду, как вы считаете, соответственно, может он быть, этот вариант не должно его быть и так далее. Понимаете, для того чтобы не позволять наносить себе вред, необходимо, чтобы знать, когда был причинен вред, и чтобы не сомневаться в наличии его, а чтобы защищать себя, необходимо для этого уверенность в себе и принятие. Полное принятие себя. То есть почему человек прислушивается к чужому мнению? Потому что он себя не принимает до конца. То есть ему вот, опять же, в детстве, да, внушили, что вот ты только в сравнении с другими. Такой-то, такой-то, такой-то. Делать что-то ты должен. Только в сравнении с другими. Так-то, 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 так-то. По-другому делать никак, ты не можешь. Потому что другие так-то, 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 так-то. Человек не, как бы, отвыкает к себе прислушиваться. Человек вообще к себе не прислушивается. Человек прислушивается только к вот этому самому мнению других. И очень болезненно реагирует на то, когда эти другие его, например, осуждают. Вот тут тоже интересный момент, почему другие осуждают. Да, почему, ну, мнение большинство, да, почему оно осуждает, когда, когда, значит, человек не прислушивается к нему. На самом деле, все очень просто. Оно боится. То есть, это просто страх, просто прежевание по поводу того, что что-то поступило не так. Не дай бог, этот человек получит выгоду какую-то. Я же поступил по-другому. И, ну, как бы, я же не могу не получить выгоду. Вот. Не дай бог, этот человек получит выгоду сам. Более периодную, чем я. От своего поведения. Это первое. Второе, если все люди будут поступать так же, то общество, в привычном его понимании, да, в классическом понимании, в том понимании, в каком оно есть, например, в данный момент времени, просто-напросто исчезнет. И те, кто находится у руля, вот, они перестанут иметь власть. А власть, это, как известно, одна из самых главных ценностей. Вот. Ну, одна из главных ценностей. Не скажу, что единственная главная, но одна из главных. И за нее довольно нешуточная борьба. Как бы разворачивается периодически, а точнее никогда не заканчивается. И это тоже нужно понимать вам. Чем продиктован осуждение. Ну, так же, на мой взгляд, важно понимать, что для вас это осуждение значит лично для вас. То есть, ну, вот, осудили вас. Ну, вот, не одобрили вас. И что дальше? Что дальше? Что такого страшного в этом? Чем для вас это так травматично? Скорее всего, помимо всего прочего, это так называемый комплекс. То есть, когда человек в определенный момент времени испытал некоторое потрясение. Да, ну, например, вот, допустим, ваши родители, кто-то из ваших родителей остался недоволен тем, что вы поступили не так, как вот, ну, от вас ждали, не так, как от вас хотели. Вот, и, соответственно, вы, там, получили определенный негатив. Вот, и этот негатив определенный, он для вас очень сильно эмоционально окрашивает. Ну, в силу того, что это же ваши родители все-таки. И теперь вы боитесь, боитесь, что вот, если вас не одобрят, то будет что-то похожее. Вы понимаете, страх осуждения, это, по сути, страх наказания перед родителями, которые вас, скорее всего, ну, также принуждали к тому, чтобы вы, вот, ну, действовали так, как они. Они. И если вы этого не делали, то, соответственно, вам грабило наказание какое-то. А если вы это делали, то вы получали подкрепление. Ну, поощрение. И до поры до времени это работало, до поры до времени, пока вы были маленькие, например, пока вы были в подростком, может быть, я поработал, ну, вообще, и так далее до подросткового года. А потом уже работать перестал. Но по привычке, по инерции вы продолжаете вести себя так, потому что по-другому вы не умеете. Вот так можно ответить на ваш вопрос, потому что он такой довольно обширный. Я рекомендую вам обдумать, что вы себе не принимаете, что считаете недостатком своим, как это у вас проявляет положительным, да, то есть, ну вот, если вы, например, считаете, что вы, допустим, впыльчивое, да, впыльчивое, да, впыльчивое. И это плохо. Что вот нужно постараться найти положительную сторону этой самой впыльчивости, чтобы понять истинную природу чувствов, потому что вы видите не полностью свое качество, да, а вы видите только ее, ну, только одну сторону. И эта сторона, она та сторона, значит, которую вам показывают другие люди. Вот другие люди, например, говорят, что впыльчивость – это плохо. Впыльчивость – это ужасно. Ну, например. Например. Да. Вот. И все, и вы так вот и думаете, что впыльчивость – это ужасно. В этом вы не видите, например, того, что именно впыльчивость только в другом проявлении, в позитивном проявлении дает вам возможность быть той, кто вы есть. То есть быть, например, искренней, быть, например, честной, быть, например, допустим, доброй, быть, например, отзывчивой там и так далее. И отрицая себе вот это качество, отрицая себе впыльчивость, не позволяя, например, себе в данном случае быть впыльчивой и стремясь к тому, чтобы убрать это, вы подавляете себя. А поскольку убрать полностью-то вы не можете, ну, по понятным причинам не можете убрать полностью, это невозможно, что вы себя вините. Вы себя вините, вините себя за то, что вот вы не можете соответствовать требованиям других и из-за этого происходит постоянное обесценивание себя, да, и возвеличивание других людей, мнение других. Дальше. Вы говорите о том, что у вас такая позиция, такая ситуация, что вы как бы в ловушке, да, что никуда из этой ловушки не деться. Это позиция жертвы у вас, это жертвенная позиция, вот. Позиция жертвы такая, что от меня ничего не зависит, что я ничего не могу, что я ни на что не влияю, и я ничего не могу исправить, ну, ничто не могу скорректировать. Хороший. Это позиция жертвы. Опять же, это пытается улучшить вам и общество пытается улучшить. Значит, а что в этой ситуации можно сделать и нужно делать? Во-первых, взять ответственность на себя за то, что касается вас. Я хочу определить, где я влияю на то, что происходит со мной, а где влияют другие люди. Опять же, на то, что происходит со мной. То есть нужны четкие границы, нужны четкие и четкие рамки, где я определяю, как будет развиваться дальнейшая ситуация, и где другие определяют, как будет развиваться дальнейшая ситуация. И поскольку в обществе принято искать виноватых, да, предговорить, что кто-то виноват в этой ситуации, то есть на себя люди ответственные не берут, что вам нужно первонаперво четко понимать ответственность. То есть виноватых вообще искать нужно прекратить. Нет виноватых, есть ответственные люди за то или иное. И понять, что каждый человек сам ответственен за то, как у него, например, складывается его жизнь. То есть если вы, допустим, чем-то недовольны, если вам что-то не по душе, допустим, то за это ответственны не другие люди, не кто-то другой, да, а именно вы. И я бы сказал, только вы. Вот. Но вопрос заключается в том, захотите ли вы это принять, захотите ли вы это понять, захотите ли вы это почувствовать, например, или нет. Это тоже вопрос, конечно, немножко другой. Но именно так, через принятие ответственности своей, именно так, это и работа. По-другому стать независимой от мнения других людей никак не получится. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. КОНЕЦ Продолжение следует...